39-летнего Зиновья из Ивано-Франковской области полномасштабная война застала в Чехии, где он работал на строительстве. Сразу решил вернется домой. Со временем мобилизировался. Сейчас в рядах 141-й пехотной бригады он сапер. Выполняет задачи по защите и разминированию территорий. Тут ТМ-ки больше монки. Так да, ОЗМ-ки. Этих лепестков, этих ПФМ-ок, здесь почти их нет, но бывают. Защитник рассказывает, выполнять задание нужно внимательно, а главное очень быстро, так как в небе постоянно кружат вражеские дроны. Надо задание выполнить и так, чтобы дрон не засек. Потому что сейчас уже другая война идет. Сейчас только дронами. Однажды российские беспилотники все же поймали сапера и трех его побратимов и начали сбрасывать боеприпасы. На меня они раз в шесть бросали. Вот Бог меня уберег. Но оно большинство по ногам. Меня еще догнал и еще докидал. Добивал. Я уже притворился было, что мертвый. Залез под БТР, и они там еще посмотрели на меня. О, думают, уже двухсотый. Потом я полз. Руку ранило осколками. Я идти не мог. Уже начал катиться. Тогда Зиновий потерял ногу. Полгода провел в больницах и госпиталях. Сейчас военному установили протез. Сначала было трудно к нему привыкнуть и морально, и физически. Физически было сложно на этих костылях ходить. В больницу. Было сложно. А потом как-то так. Но защитник нашел в себе силы справиться с трудностями. Несмотря на травмы, сапер вернулся на службу. Ему вручили награду от Минобороны. Всегда поддерживают и побратимы. Это человек с большой буквы. Я его очень сильно уважаю и люблю. Это мой друг на всю жизнь. Он не то, что надежный. Я могу на него положиться, и он может на меня положиться. Я всегда его буду поддерживать, и он меня. Да и сам Зиновий не представляет жизни без армии и боевых товарищей. Бойцам, которые так же, как и он, получили на войне ранения, советуют не падать духом и искать силы на восстановление. Спасибо за внимание.